В студии о Сахарине это место встречи талантливой и мотивированной молодежи, которая знает, чего хочет. Эти юные и творческие кулинары такие же активные и инициативные, как и их наставник Анастасия Колупанович. Здесь свое дело находят все, от мала до велика. С трех лет нас еще, наверное, не брали, да, говорили, что нужно немножко подождать. Но я убеждала о том, что она у меня вот такая молодец, что, ну, не надо бояться, что она такая маленькая. И вот мы пришли в эту школу и сразу же заметили, что в ней есть талант. Она такая девочка, умница, в общем. Пока четырехлетний кондитер Ева подготавливает формы для выпечки, тесто для очередных кексов, замешивает команда победителей. Те, кто на большом международном конкурсе в украинских черновцах завоевали статус лучшей школы 2019-го и кроме командных дипломов смогли отстоять и индивидуальные номинации. Я рыдала, я даже не могу сказать от счастья, от расстройства или от переизбытка эмоций. И когда нас уже всех судей вызвали на сцену для награждения и стали объявлять, кто лучшая школа 2019, ну, даже у меня видео есть, как я стою, там ля-ля-ля, ничего не подозреваю. И когда называют нашу школу, я просто, у меня слезы хлынули, я расплакалась, стала кричать, так же, как и дети. Дети вышли на сцену, и мы все дружно стали друг друга поздравлять и радоваться. Это невероятные эмоции, конечно. Это сегодня большой дружный коллектив с долей юмора рассказывает о том, что пришлось пережить за несколько дней испытаний. В Черновцах работа была более сдержанной и собранной. Все работали на результат. И недели тренировок прошли не зря. Выступая в категории с более взрослыми участниками, брещане смогли доказать им по плечу любое дело. Сделали из одного рулета четыре кусочка. Все равно все хорошо получилось, получили золото. То есть вы за эксперименты? Да, эксперименты. Только эксперименты. Это было так тепло и по-дружески. И за время конкурса все так сдружились. Было очень приятно общаться с другими поварами, опытными. Чему-то учиться, признавать свои ошибки. Наверное, самым эмоциональным моментом поездки было ожидание результатов. Потому что ты стоишь, весь трясешься. А потом, когда называют результат, ты танцуешь просто от счастья. Это было очень здорово на самом деле. Именно мотивированность отличает детский коллектив школы Сахарини. Ребята уже знают, чем хотят заниматься в будущем. И к цели идут уверенно. Готовить я любила еще с детства. Наверное, самым моим первым блюдом, более существенным, я делала печенье. Рецепт придумывала сама. Это было где-то во втором классе. И так потихоньку готовила какие-то десерты, торты, кексы, иногда супы, вторые блюда. А потом, буквально два месяца назад, я узнала о кулинарной школе и решила попробовать себя. Потому что моя мечта – это открыть свою кофейню. И благодаря школе я уже двигаюсь к ней быстрее. И это очень здорово. Сегодня ребята заняты подготовкой к очередным конкурсам. А также параллельно работают по программе курса. Изучают кухни разных стран. В меню от первых блюд до изящных десертов и выпечки. В команде царит исключительное понимание и азарт. Этим их наделяет руководитель Анастасия Колупанович. Сменив однажды повседневную обыденность на любимое хобби, она является яркий пример человека с горящими глазами и сердцем, открытым к новым начинаниям и планам. Это сравнимо с безусловным счастьем. У меня просто перестает дыхание мое работать. То есть я полностью теряю дыхание, дышать становится сложно. Я хватаю воздух со слезами, с улыбкой, со смехом. Наверное, сравнимо с истерикой, какой-то в перемешку с паникой. Потому что я осознаю, что школа молодая, вообще очень ей мало лет. Ей год только был в сентябре, как именно конкретно школа для детей, как уроки с преподавателями, только год. И сразу лучшая школа 2019, ну это вообще для меня это просто шок. И такое счастье, я понимаю, что все не зря, что надо продолжать, что дети такие молодцы, что они достойны, потому что только со взрослыми проводят конкурсы. И 17+, но в основном на конкурсах 18+, а им 13, и они показывают такие крутые результаты. Но это другого стоит. Вот так вот.